Терканите кто смотрит у кого такая же проблема с кадрами. Кадры есть, либо пьют, либо воры. Да. Так вот, если лея. Мудрит. Хреновненько, конечно Скажите, блин, ребята Вы работать не умеете Вот у нас В Ставрополе В Ростове, в Краснодаре Ячмень, ячмень Согласен Но у вас, наверное, сложно найти Вот такого Видите Друзья, всем привет 24 июля Даже я не знаю, что вам снимать Точнее, как вам снимать Вот, но сегодня Попытаюсь хотя бы, может быть, полденечка Что-то изобразить Небольшую водную опять С предыдущего ролика прошло практически Неделя, наверное Комбайн, вчера хотели зацепить Нажатку С наклонной от Нивы И Валить Волок За мой комбайн Он Сам комбайн готов Вот Все элементы Там Ходовая часть Двигатель и прочее Но Хотели зацепить И валить волок Наклонка не подошла Цилиндры не подходят Короче Потом Бросили это дело И На поле Попробовали напрямую Вроде бы влажность От 10 до 12 И думаем Пойдет напрямую Комбайном Со своим Что было решено Решено Теперь Зацеплять свою наклонку Зацеплять свою жатку И Выскакивать напрямую Убирать ячмень Пшеницу убрали Как я говорил В предыдущем ролике По кругу дала В этом году Просто отличные результаты 30 центнеров По кругу Местами от 28 До 40 Пляски были Но среднее Где-то 30 Мы в круг собрали Половина Наверное Четвертый Половина Третий Класс Вот Но в целом Ничего нормально 30 центнеров Для нашего региона Нашей местности Отлично Прошлый год 10 было Поэтому Пшеничка Все получилось Отлично Хорошо Далее У нас Следующий Вот ячмень Выезжаем Часть в волок Свалили Ну там Гитар может быть 30 Вот И Что делаем Сейчас работаем На два фронта Это первый фронт Вот сено Скосили Урошат Сколько тут 6 волков 50 гектар 6 волков Осталось переворошить Денек Еще посохнет И Можно собирать То есть На сено Косить люди Ворошить люди Собирать люди На мехтаку Сейчас уборка пошла На мехтаку Как минимум 3 человека надо Плюс Сейчас у нас Дон Соседнего хозяйства Я уже наверное говорил Соседнего хозяйства Соседнего фермера Он Стоит без дела А мужик Который у нас На белорусике На двадцатке работает Тоже Этот дон Короче Получал Еще сосед В советское время Вот Потом Год Наверное Совхоз Проработал И начал Разваливаться И вот Они ушли Фермеры И вот Этот дон Считаю В одних руках Вот у мужичка Который у нас Сейчас работает На Сезон То зимой Он не ездит Тут у нас По грунтовке Зимой Заметайте А весну Наклон Наклонку На векторе Так Что у нас Тут Вроде бы Сказал Все нормально Проверим Сейчас Уровень Масла Антифрид Запустим С вектором Роликов Не было Кстати Да На нем Иногда Подменял Помогал Но так Чтобы Полноценно Не работал Поэтому Кадров Категорически Не хватает Может быть Кто Рядышком Здесь Кестравский район Самарской области И Имеет Возможность И желает Поработать В сфере АПК Вот Соответственно Пишите Комментарии Кадры нужны С кадрами На селе Вообще Беда Черканите Кто смотрит У кого Такая же Проблема С кадрами Кадры Есть Либо пьют Либо воры Все А Которые Реально Соображающие Вот На Дону Сейчас работает Дедвитий Мускок Но он Пенсионер Под 70 Наверное Да Ну Само собой Они с 12 лет На комбайнах На СК4 Еще он работал Это Это механизаторы А то что Сейчас идет Моего возраста Поколение Хотя Заканчивая Вуз И прочее Что Уровня Как вроде Многовато Это уже Не механизаторы Это уже Раздолбай Единицы Конечно Единицы Конечно Что-то умеют Что-то могут А сейчас Вот просто Написать объявление Требуется Механизатор Или комбайнер Кто Если напишет 25 лет Там 30 Это такой Знаете Очень Спорный вопрос Что он Что-то Может показать Есть Конечно Единицы Но я Учился В Аграрном Вузе Инженерной Факультеты Там была Группа 20 Человек Из них Человек Более Менее Как-то Соображали Хотя бы Стартер От генератора Отличали Остальные Кто сейчас Коров Пасет Кто еще Как-то Ну короче Честно Говоря Ребята Хрен знает Как мы Будем Дальше Работать Через Десять Лет Поэтому Идет Вот Эта Вся Петрушка Когда Население Села 300 Человек Из них 70% Пенсионеров И Из этих Пенсионеров Более Половина Недееспособны То есть У кого Сердечко У кого Инсульты Инфаркты И прочее Прочее И Короче Хрен знает Как мы Будем Дальше Работать Через Десять Лет Молодежь Не возвращается С города Не возвращается Так Ладненько Пожалуй Запускаем Поднимем Ужатку Вот Такая Петруха Вот Такая Петруха Хорошим Ребятам Хорошим Специалистам Которые Знают Что У него Сегодня Идет Уборка Он Приходит К комбайну Смотрит Состояние Комбайна В первую очередь Запускает И пошел Таким Готов Платить Хорошие Деньги А Которые Знают Что У него Уборка Неспробность Цепи Или Датчика Частоты Вращения Барабана Измельчителя Молодец Спасибо А Которые Знают Что У него Уборка У него Есть Комбайн У него Есть Задача Цепи Или Датчика Частоты Вращения Барабана Измельчителя А он приходит Восемь утра И сидит Чей гоняет Пока Начальство Не приедет В девятом Так и будет сидеть Это уже другой вопрос Поэтому ребята Может быть Кто Рядом Нуждается В работе Пишите комментарии Что нибудь придумают Пишите вконтакте Вконтакте В инстаграме Там можно Плотников Пообщаться Рассказать Что мы можем Предложить Расскажите Что вы можете Поэтому ребята Жопа Жопа с кадром Было бы еще Три путевых человека Ситуация была бы Немножко другая С уборкой А сейчас Вот мой компайн Стоит Температура Масла ГС Ты ниже норма Прикрати Движения Я бы его приготовил Но из-за того Что некому Подменить Некому сесть на вектор Такая вот Петровка идет Да Мог бы я сейчас Енисей готовить Но вектор Постоял Сегодня целый день Тоже не вариант Правильно Вот такая вот хрень Так Ветер бы у нас Вроде с этой стороны Так Тысячу ему оставим Пусть греется Контер Охлаждается Идем Окошки Вот такая вот беда ВПК Есть на данный момент Третье Вот конечно Помыть уже Не мешало Блин Сейчас Да, комбайн, конечно, новенький, замену и не сиренями шараба. Что, погнали? ГСТ 30 градусов. Да, будет Наташа ругаться. Внимание! Температура масла ГФС ниже нормы. Прекрати движение. Сейчас будет нормально, нагреться. Вот такая вот заварушка в сфере АПК. Выпрыгиваем, короче, из тапок. И тут, и на машине, и... Блин, ну, короче, блин, больше никак. Больше никак. Больше никак. Везде, везде кругом, не хватка кадров. Везде проблемы с этим. Зеркало пообравить. Черт, афига, блин. Ну, ладно. Хотя бы. Так, сколько у нас? 960, нормально. Молотилка. Есть. Обороты малы для комбинирования. Так. Бункер открыть. Есть. Ага, ага, ага. Есть. Бункер есть. Обороты добавим. Жадка. Есть. Подборщик. Есть. Газбол. 220. Вторая передача. И поехали. 4,5. 4,7. 4,7. Обороты двигателя малы для комбинирования. Ой, спасибо. Так, тещеночку ставим. И выгружаем. Теперь 1200. 200. Тихо пробую. Так, влагу померить надо. Так. Блин. Какая тлеща какая. Какая тлеща какая. Масса надо выключить на Урале. 10,3. Отлично. Тихо. 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 Сотню греет, почти 99, значит, забился радиатор. Я не знаю, почему, но пару раз за день приходится чистить. Сейчас покажу, как. Вроде бы отсос этот работает. Вертушок крутится. Вертушок крутится. Блин, веник надо сейчас. Заглушить. Я спадил сразу. Вертушок крутится. Пуф! Япламикино пропускает. Вот так вот веселее будет. Запускаем, бычка. Д3, МЗ-236. Ничего не отвалилось. Вроде все нормально, ничего не гремит. Продолжаем работу. Дальше. Дальше. 101. Сейчас кто-нибудь. 97. 96. 96. 95. 94. Так. Где у нас... Ага, вот этот волок. Сейчас ветерок поймаем. Не надо. Ага, ничем. Не надо. Не надо. А то некомфортно, когда пылища кругом Все, что ли? Больше ветерка не будет хорошим Странный пошел Молодец! и погнали дальше 87 все часа на 3 на 4. Есть запас хода. Друзья, планы меняют условия. Сейчас расскажу, в чем прикол. В общем, Дон набрал полтора бункера, вроде настроил срез, смотрел на все вниз, потому что ячмень низкий, вроде бы срез пошел, но подгонщик зелененький, дал о себе знать. Я вот с полка подбираю, 10 у меня облажен, он напрямую пошел, у него 16, у него дважды вставал голосовой элеватор, ну, соответственно, идет зеленка. Вот, в бункере зеленые листочки, травы, и, блин, в итоге, что в итоге? В итоге решено косить на свал здесь. Это поле, у нас два поля, это где-то 190 гектаров и следующее 200. То это сорное, то поле чистенькое, там напрямую пойдет, айда пошел. Поэтому это поле будем косить свал. Сейчас вот еще у меня здесь круг, и там пару кружков, и полки закончатся, на Ниве ребята начнут косить, а я, наверное, буду Енисей подгонять, там у меня наклонка не подходит от Нивы. Будем пробовать переваривать уши под наклонку. В общем, как соберу, соединю, если будет все идеально работать, вам покажу, что было и что стало. Потому что косить достаточно одному комбайну долго, вдвоем все-таки побыстрее. Вот, такие вот дела. В общем, все-таки опять Енисею. Вот так вот, видите, как получается. Я не успеваю чисто физически таскать за собой камеру, потому что утром было одно, в обед другое, вечером третье. И вот утром на Урале приехал, пошел пешком за комбайном полтора километра, комбайн забрал, приехал в загонку, начали вот работать. Сейчас вот Андрюха на КамАЗе приехал, и вот он за мной, считай, ездит. Я сейчас ухожу, волки подбираю, прокосы, он переезжает. А до этого утром на Урале приехал. Вот, кстати, Уралдыч до сих пор стоит. Был бы водитель, было бы совсем другое. Но нехватка кадров, опять видите. И поэтому утром делаешь это, после обеда ток, вечером совсем другой. И чисто физически я не успеваю за собой носить камеру и складывать. Вот сегодня я думал, целый день буду на Векторе работать. Взял с собой зарядник, взял камеру. Но видите, время сейчас сколько? Время сейчас 2 часа. Через часика полтора, все, с Вектора слезаю, начинаю ИДС и готовить. То есть вот такая вот петрушка интересная происходит. Поэтому нет роликов там с этого, с этого, с этого. Но не успеваю я. Вот как сяду жопой на комбайн хосить. Да, буду вам рассказывать, показывать, что, как, зачем. А пока, блин, не получается. Не получается. Кстати, скоро на Бюллер придет агрегат. Через пару недель. С начала августа, сказали. Чизель. От БДТ. Вот, со стойкой параплавы. 4,7 метра. Прицепной. Вот там уже пойдут видео, да. Ничмень уберем и будем пахать. Поэтому вот к этому времени, к августа нам торопимся ничмень убрать. Он и подошел, надо его уже убирать. И торопимся еще, чтобы как клуб придет, чтобы можно было сесть и пахать. Чтобы не было ничего лишних работ и поля были готовы для башни. Так, друзья, последняя выроска. Почти последняя. Так, 23,2 гектара. 23 гектара, в общем. 4,5 часа работы. Так. По урожаю, в трене, я знаю, по-моему, около 10. Надо позавесить. Сегодня взвешиваем. А, сегодня Андрюх опять взвешивал. Вчера 25,4 что ли получилось. 24,4 гектара. И 24 тонны. Ну, там где-то около 10, может быть, чуть меньше. Урожайность. Блин, хреновый. Я здесь хреновый. Ну, и там, на следующем поле, я не знаю. А пору-то и двигатели малы для комбинирования. Лучше будет, не лучше. Все. Там остался. Домой, да. Да, да, да. Друзья, еще один волокон остался. Метр в 150, наверное, там около Урала как раз насыпать. И будем, наверное, не сей кошмарить. Косить, 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 косить. Сжатку агрегатировать. Точнее, наклонку с комбайном надо подружить. Блин, вот на векторе красота. После Енисея вообще сказка, блин. Ром, если ты смотришь, опиши свои ощущения, как с Нивы перепрыгнул на 595. Это, наверное, вообще как небо и земля. Я-то с Енисея, вроде, кабина далеко не как на Ниве получше. На вектор, блин, садишься вообще. Красота просто. А с Нивы на 595, это вообще, наверное, сказка. Офти, блин. Че тут за следы такие? Подборщик потеряем, блин. С этой стороны, вот, я осеиваю ячменек. Аля? Да, привет, слушаю. Что, ребята, вышел немножко размяться и показать вам наш офигенный ячмен. Вот, вот он и на ночь. Ну, что вам сказать? Хреновненько, конечно. Скажите, блин, ребята, вы работать не умеете. Вот у нас в Ставрополе в Ростове, в Краснодаре ячмень, ячмень. Согласен. Но у вас, наверное, сложно найти вот такое вот. Видите? Рука лезет. А у нас после Сева был здесь один дождичок. Как раз влага сантиметров на 5 ушла. Дождичок эту влагу в это возобновил. Все, больше не было. Больше дождя не было. Че вы хотите получить? Полторы недели, с неделю назад полторы недели стояла жара. Плюс 42 в тени. Что вы хотите взять с сировой культуры? Вот она. Вот она. Так. 2, 4, 6, 8, 10. 10 неполноценных зерен в колосе. 10. Двухрядный. Вот видите? Это что? Это урожай? Нет, конечно. Но в нашем регионе 10 получили. Это троечка с плюсом. Если получили 15, это уже практически идеал. Это яровые ячмени. А зимы? А зимы еще как-никак. Если осенью дождичок был и весной хотя бы один. А зимы не дают. Подсолнечник достает до влаги корешками. А у ячменя вот в том году вторичная система даже не развивалась. Сгорел. В этом году что-то пыталась, но тоже хреново. Дождя ему, дождя, наверное. Но его нет. Как раз он начал выходить в колосок, выкидывать. И тут на полторы недели жара плюс 40-42. Сейчас вот сейчас комфортно. Сейчас вот 32, наверное, где-то 34. После той жары сейчас комфортно, реально. Если в тенечек заходишь, вообще можно комбайн ремонтировать. Красота. И не сей тоже вот гоняю. В эту сторону поверну, в ту поверну. В тенечке вообще работать можно. Это вот вчера полный бункер был. Просыпал. Вот здесь подбирал. Вот этот вот клочок надо собрать. Вот тенек заходит. Вообще красота, комфорт. Но когда было плюс 42, сегодня еще ветерок. Когда было плюс 42, была, конечно, жопа. В тени. На солнышке градусника, полтинника не хватало. И причем ни одного дождя. А вы еще хотите получить здесь какой-то урожай. Ничего, векторок, векторок, вроде бы все нормально. Мотор у него громыхает что-то на холостых. Ну как громыхает? Как-то не нравится мне. Вот 900 поставил. И громыхушка пропал. Это где-то железка какая-то. Защитка, что ли. На маленьких оборотах вибрирует. Ну что, родненький подпорщик. Где у нас табличка? Подождите, у нас вектор-то 12-го года, а я все 14-го, 14-го. 12-й год. RCM-101. Самоходный ЗУ Вектор 4-110. Комбайн Плант Ростельмаш. Ладно, вот такой вот двойной волок. Вот это волок с 12 метров. Да, да, ребята, это волок с 12 метров. Вот, смотрите. Колосок с мой мизинец высоты толщины далеко не такой. Ладно, погнали дальше. Так, что, погнали. Эти кнопочки, конечно, не выпирают, хорошо их протирать, но они, блин, тугие. Держишь, держишь. Та цилиндры сработают. Пальцы устают. Так, конечно, классно. Пыль, не подклаивши, никуда не забивается, тряпочкой раз, протер, все отлично. Так, спели маленько, подкорщик. Так что, перецепляться на жатку, напрямую не будем, будем, конопатить, месей, косить, 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 косить. Все, последний плачок. 24 гектара, 24 гектара, И вчера, тоже 24. Болтинник. Болтинник сделал здесь. Еще сотка с лишним. На, какой сотка с лишним? Еще 150. Здесь почти 200 гектар. так, конечно, хорошо. С непривычки, после Енисея, едешь на пряги все время, на Енисея, едешь и ждешь, когда же что-то развалится, когда же что-то развалится. Там, вокруг девочек, выходишь, слушаешь, смотришь, сигнализация не работает, входишь, слушаешь, смотришь. Здесь чуть-чуть Наташа сразу дознает. Вот сейчас оборот убавлю. Больт говорит. Оборот оборот на на. Обороты на двигателе малыки и комбинировать. Вот. Так что Наташа здесь наблюдает и вылезать мне не приходится. Если что-то пошло не так, она сообщит. Если где-то голосовой остановился, зерновой или еще что-то. То есть, работаешь, самое главное, глазами не бросает момент, что она показывает. Наблюдать за температурой, за давлением. Обороты двигателей малыки и комбинирования. Вот. Собственно говоря. И можно работать. Но еще один момент никто не отменял. Это глаза сюда, а нюк должен быть лучше, чем у собаки. Обороты двигателей малыки и комбинирования. Все, Наташа, не ругайся. Все, все, отключаю я обманул лодку. Вот. А нюк должен быть лучше, чем у собаки. Это комбайн. Здесь много ременных передач, много трущихся узлов. Бывает, подшипник разваливается, начинает греть мекину. Обороты двигателей малыки и комбинирования. Как правило, успеваешь учуять носом быстрее, чем что-то загорится. Бывает, что ты чуешь, что пахнет, начинаешь выходить, искать. Блин, ну нету, 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 нигде. Все, полазишь, нету. Потом еще проезжаешь какое-то время, нога сейчас сцепление искала, проезжаешь еще какое-то время, все равно пахнет и пахнет. А когда уже находишь, уже тлеет где-то что-то внутри, где не видно снаружи. Ну, в общем, такой вот есть момент. У комбайнера должны быть глаза, уши и нос. Вот. Поэтому очень такое важное, важное характеристики комбайнера. Ну, все, отправляемся. как-то два года назад за день по два, по три раза метина ползла тлеть под мотором. Опасные вещи очень. Тоже носом выгружаешь, дверь открываешь, понюхал, все нормально, закрываешь, погнал. Если пахнет, все, вылетаешь, бутылкой пролил, дальше попер. Есть такое. Подшипники вот от двигателя. На векторе у них беда еще бывает, что, вот, самая жопа, это двигатель. Ты его не видишь, ты его, грубо говоря, не слышишь толком. Он за бункером. И там есть топливный фильтр, тонкий, заворачивающийся. И вот, по-моему, Невский фильтр, белый, ломается, лопается по обвальцовке. И, короче, топливо просто хренашит на весь двигатель. Там, вентилятором все вот так вот закруживает. Я не знаю, это было раза три, наверное, четыре у них. Я не знаю, каким они образом это все или в основном получалось чисто случайно. Либо трактовый, камбайн начинал троить, либо просто выходишь, а тут все уже в солярке. То есть, это настолько опасные вещи, что, блин, там ни камеры нету, ничего. Кайк, куда посмотри. А загореться топливо, когда вот так вот все летит, вентилятором гонит, по коллектору везде, в жару вообще на раз-два. Так что, блин, это охренеть опасные вещи. Ну, вот так. Ладно. Передвигаемся домой, а дальше посмотрим. Ну, наверное, на этом ролик сегодня и закончим. Потому что сейчас если буду не сей делать, то мне не так камера однозначно. Надо что-то с наклонкой отрезать, вырезать, варить. Будем думать. А как уж сделаю, тогда уж вам расскажу, покажу, что было, что стало. Ладно. Я думаю, вот такой вот небольшой ролик зайдет сегодня с вектором. Потому что ни одного не было полноценного ролика. Хотя я нет-нет, приходилось работать. Только иду на подсолнечнике, когда свой не все сломам. иду на подсолнечнике. Ну, в общем, комбайн в целом нормальный. Я не знаю, сколько у людей норма. По гектарам нарабатывают или еще как-то. Напишите комментарии. А я вам сейчас скажу. Общая наработка 3000 часов. 12-й год комбайн. 3000 часов. Потом площадь 3500. Пробег 17200. Количество выгрузок 4059. Хе-хе. 4000 раз выгрузок вся херень. Вот так вот. Ладно. Погнали. Много или мало. 3000 часов или 3,5 гектар. Судить вам. Но для наших 2000 гектар вот комбайн вектор самое то. Сейчас узнавал по поводу ценника. 700 вектор и 9,9 10 лям. Это 585 плюс доставка до нас это 250 наверное. Бюллер привозили 250 тысяч доставка была. Сколько комбайн по доставке не знаю. Но тоже 200 10 10 10 10 короче вектор почти 7,5 ляма выходит. Охренеть цены конечно. Дорого дорого но надо. Енисей уже блин выжимает свое. А сюда ночь скошно сеял ее как раз. Гриндочки ровненькие блин вот вот овесик. Сколько очень вектор бепет 25 20 25 9 25 27 25 километров бежит нормально. Суданочка ничего так в этом году. Да кстати если наклонка подойдет ничмень свалим 150 остаток. И суданки еще 100 гектар осталось свальнуть. Вот овес тоже на свал. по-хорошему овес убирается раздельным способом. У него низ поздно возревает, а верх уже вызрел. И может вверх выпадать, а низ еще не дозрел. Поэтому овес проса это культура которая убирается раздельным способом. Зазревают в голосе неравномерно. Поэтому где-то середину ищешь, когда верх уже дозрел, низ еще не дозрел. И вот где-то вот так пора его валить. Овесик ничего такой тут готов. Не знаю что будет сыпать, но по высоте вроде более-менее. Субтитры